Хэ-хэй, друзья! Лего выпустило новый набор! Лего-карусель! Карусель веселья начинается! Нет, привет из Сафронов! Это не Лего, это типа фейковый Лего, поддельный конструктор с такими же штучками, только от гипермаркета Карусель. Реально! Это, знаете, такой магазин типа Ошан, типа Пырый Кресток, типа Китерочка и другие продуктовые магазины. Есть еще и Карусель, в том числе. Только гипермаркет большой наверняка у кого-то есть рядом с домом, у кого-то нет. Что же это такое? Была у них акция такая, прошла уже, по-моему, когда за покупки вам выдавали наклейки. И на эти наклейки, ну, знаете, да, там, как во всяких разных магазинах, можно получить разное. И в Карусели можно было получить их собственный конструктор. За несколько наклеек получить вот такой пакетик с конструктором. И там какой-то отдел магазина. И также отдельно продавался гипермаркет. Этот Марусель хотелось. Карусель. Гипермаркет, в который можно было вставлять эти отделы магазина. Вот такая вот странная замануха интересная. Вот. Значит, смотрим. И вот эта штуковина стоила 500 рублей. А вот эти их выдавались бесплатно. Но, видимо, акция закончилась, и они по 100 рублей продаются. И идея неплохая, интересная. Это магазин, это реальная жизнь, это все такое. Впрочем, мне очень понравилось. Главное, чтобы это было сделано нормально. Потому что, знаете, как бы вот эта штука, я бы никогда в жизни не купил просто прямоугольник. Но обещали по картинкам вот эти вот, как их назвать, отделы... Да, отделы. Ну, отделы магазинов, да. То есть, что они должны быть прикольненькие. Потому что вот внутри там стоят, и вы их собираете. И тут могут попасться вам повторки или разные. Ну, по крайней мере, мне обещали, что должны быть разные. Сказали, прощупайте. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Может, у меня все одинаковые там будут. Ну, как минимум, мы сейчас соберем вот эту большую карусель. Тут, на самом деле, не так много деталей. Кажется, просто 500 рублей. Где-то на решет номер 167. Сколько деталей-то? Слух службы не установлен. В общем, это забавно. Я скажу вам честно. Несмотря на то, что любите там карусель, не любите магазин и так далее. Это приближает к реальной жизни. Было бы классно, если бы... Как вот в ленте. Это как история, как с мини-лентой. Когда у них, типа, опять же, игра в магазин. Это было круто. Все такое. У меня, к сожалению, или к счастью, рядом карусель. Не так, чтобы рядом. Я наезжаю туда раз, там, несколько месяцев только. И поэтому возможность купить сразу все это. Главное интересное. Во! То есть, детали всего ничего. Конечно, это вот этот большой набор. Это как, помните, этот буклет для жетонов, который за кучу денег, за 200 рублей надо было там покупать. Такие магниты. Или как какая-нибудь коробка оверпрайснутая, там, со всякими штуками, там, которые нужно что-то складывать, что вам дают бесплатно. То есть, немножечко подзаработать. Те штуки выдавались бесплатно. Можно было не покупать эту карусель. И, в общем, все было в вашей жизни нормально. Ничего бы не произошло. По идее, здесь вот очень примитивные, простые детали. Сейчас посмотрим на их качество. У меня есть подозрение. У меня есть подозрительный сафронов, что она будет не очень. Пластина. Какая-то неимоверно тонкая пластина. Надо посмотреть, что будет с лего. Она как вообще. Как она вообще? Как она? А? Как она? Как она? Как она или не как она? Вот что знаем. Итак. Вот тут такой вот увлекательный процесс. Просто надстраивание этажей по кругу будет. Я представляю себе. Просто вертим, строим, крутим и радуемся жизни. Сейчас посмотрим на детали. Будет ли это для меня адом или нет? Со льду ли я с ума? Будет ли тут брак? Стоит ли это своих денег? И вообще, и вообще, и вообще. Пакетики не пронумерованы. Поэтому выступаем просто тупо все детали. И начинаем собирать супер унылый набор. Гипермаркет. Все ради вот этих маленьких пакетиков. Только бы у меня они там были хотя бы несколько парочку разных. О, стекла в отдельный пакетик положили. Ничего себе, чтобы не поцарапались. Подумали. Умнички. Так, третий пакет сейчас высыпем. Вначале посмотрим, как кубики цепляются вообще. Как они? Как они цепляются? Хорошо ли они цепляются? Ну, такое. Похоже на старый слубан. Мне кажется, будет. Ну, зато будет намертво прочный. Лучше прочный. Вся качество не такое уж и плохое. Правда, у меня есть вопросы. Точно ли это будет с LEGO совместимо? Какие-то они, мне кажется, больше крупные. Какие-то такие. Какие-то бутусики такие. Такие бутусики. Кутусики. А еще у них, по-моему, проблема с рендером изображения. Посмотрите. Эта стена заходит за эту стену. Кажется точнее. В инструкции же такого нет. Нет. В инструкции такого нет. Ровная стена вроде как. Да? А, нет. Тоже заходит. Странная конструкция. Не знаю, зачем это связано. Может быть, так у них магазины все устроены? Или... Что? Что? Почему у вас стена одна заходит? Что это? Это загадка. Загадка. Карусели. Страшная тайна. Магазин. Карусели. Ладно. Соберу сейчас. И дальше уже будем смотреть маленькие наборчики. Не знаю, все ли сегодня или не все. Насколько сильно устану. Насколько сильно просто вымотаюсь. Это вымотает меня. Вроде немного деталей. Но просто вы представьте. Просто... Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Похоже просто на работу будет, да? Хотя это тоже отсылка к реальной жизни. К жизни мерчендайзеров. Которые просто монотонно и уныло расставляют одни и те же продукты. За дня в день. Пять на полочке, на полочке, на полочке, на полочке. И все какое-то такое. Ну, вы поняли. И я сейчас этим займусь. Та-дам! Карусель, карусель. Кто успел, тот присел. Вот такая вот получилась карусель. Гипермаркет. Честно сказать. И слава богу, что они сделали свой за 500 рублей наборчик. Потому что тратить на это настоящее лего очень было бы жалко. Потому что супер, супер странная конструкция. Ну, подразумевает, конечно, размещение всяких штуковин. Но это настолько уныло. Инструкция настолько скучная и непонятная. То есть, надо смотреть, где 3, где 4, где 2. То есть, тут, по сути, детали. Только вот такая длинная деталь. Деталь на 4, деталь на 3 и деталь на 2. Все. Ну, еще вот несколько козырьков. Все остальное. И окошек. Все остальное это вот эти вот брусочки. И их чередование. Явно пытались сделать, чтобы, во-первых, это все не развалилось. Во-вторых, чтобы, ну, не знаю, не сойти с ума, возможно, там, тем, кто это будет строить. Как вы видите, не очень однотонный пластик. То есть, где-то светлее, где-то темнее. Где-то детали ровно встали, где-то нет. То есть, опять же, у LEGO явно такого не будет разнобоя. Но и, как бы, за такую постройку никакой LEGO даже какой-нибудь там, вот типа у них там сувенирный наборчик. Или из LEGO магазина, или где-то еще. Не будет стоить 500 рублей за такое количество деталей. Просто пластина даже огромная. И детали не самого плохого качества, сказать, что я ругался какими-то нехорошими словами, не сказать. Нет, не было такого. Все было нормально в целом. Ну, за исключением нескольких моментов, путь с инструкцией. Смотрите, есть дверки, есть стеклянные окна. Пока я еще не наклеил вот этот весь мракобесный ад в виде наклеек магазинных, понимаете. По идее, конечно, все, что у вас будет дома стоять, маленькая реклама карусели. Это одновременно и прикольно, и супер странно. Вам, типа, нужно построить то место, куда вы ходите, тратить деньги свои. Ну, вот как какое-то странное такое. Какое-то маркет... Как это? Как это? В общем, реклама у вас дома, да? Она из телевизора выбралась к вам на вашу детскую. Как тетка из звонка. Примерно здесь то же самое произошло. В общем, нужно наклеить наклейки. Да, к слову, окошки наклейки клеятся сюда, там на стену заклеивается куча кирпичей. Но я это сделаю, чтобы быть объективным обзорщиком конструктора карусели. Зато у них вот есть, смотрите, я думаю, это окна. На самом деле, я думаю, это вентиляционные выходы, потому что в них нет стекол. Это просто проветривать, чтобы не было там, не пахло там в отделе рыба. Вот, очень сильно. Так, давайте наклеим наклейтосы и посмотрим, как это, насколько это прекрасненько выглядит. Так, меня навряд ли возьмут расклейщиком украшений и дизайнером карусели, расклейщиком всяких штуковин, развешивальщиком. Вряд ли возьмут, потому что я тут криво наклеил. Но, собственно, как бывает и в жизни. Как бы, ну, просто торопился домой, с работы устал уже, там, 24 на 7 работает человек и наклеил. Ну, как попало, ладно. Вот, и я тоже так же наклеил. Плюс, я считаю, мракобесным средневековым ужасом заклеивать сразу несколько деталей. И это просто доисторическая, доисторическая фигня, если честно, такое делать и вообще на стекла что-то клеить. Но здесь как бы надо, надо, потому что эти детали навсегда останутся здесь впаяны в эту пластину наверняка. И потому что вы с ними ничего не будете сделать. Так как у вас есть замечательные пакетики. Такие пакетики. Купили сколько-то продуктов, вам дали сколько-то наклеек. И вот такая была история. И за эти сколько-то наклеек получили сколько-то пакетиков. Сколько, я не скажу, не припомню. Но сейчас их просто можно взять и купить за деньгу. И все, прийти и сказать, да, давай. И все, вот так вот обменяться деньги на это. Посмотрим, что мне попалось. Попадутся ли разные или нет. И насколько будут интересные или нет. Итак, первый пакетик. Здесь даже будут фигурки. Интересно, какие фигурки вообще тут попадутся. Попадутся ли фигурки охранников с синдромом вахтера. Попадется ли фигурка Зины, у которой есть волшебная карта. Какие еще попадутся фигурки. Какие угодно. Уборщица, которая просит по мытому не ходить. Попадется ли такие. Ну, это же все-таки гипермаркет. Какие-то должны быть известные нам персонажи здесь. Герои запоминающиеся. Я не знаю, я не знаю. Пишите свои предположения, какие должны быть фигурки, каких персонажей в комментарии. Ну, а тем не менее, у нас тут, смотрим, чувачочек, челобречек. У него прям вот сразу, смотрите-ка, волосы есть. Вот так выглядит покупатель типичной магазина «Карусель». Вот так вот, такой. Это он, это он. Знакомьтесь. Нет, кстати, прикольная фигурка. Я ничего не могу сказать. Смотрите, у нее ноги по отдельности двигаются. Назад даже не особо сидеть. Может, правда, сесть некуда. Ну, вы понимаете, что это все условно, они лишь бы были вообще нормальные. И это нормальные фигурки. Кстати, не самые плохие, которые я видел, а я аналоги Олега и не копия. И по-своему сделаны и прикольные. Посмотрим в других наборах, попадутся ли мне какие-нибудь другие фигурки. Здесь чувак явно с какой-то тележкой. Будет ли инструкция? И да, инструкции есть. Здесь полка, тележка и чувак. То есть мы это все сейчас соберем и поставим вон туда, в магазин, в магазин. Набор собран, но еще не готов, отмечу, что здесь есть полки. Вот так мы собираем из таких окошек. И это, получается, полки. Ну, человечка, как вы уже видели. Корзина. Корзина, ну, она не какая-то лего-корзина, просто корзина. А вот с продуктами они придумали прикольно. Потому что из уникальных предметов здесь вроде человечек и корзина. И делать каждый продукт уникальным, это довольно затратно. И понятное дело, что такие истории не пройдут. И вообще конструктору это будет иметь тогда мало отношения. Тогда как они сделали вот такого рода идеи. Просто сделали типа баночки, квадратные, круглые, с разными крышечками. Это уже хорошая идея и прикольная. Но еще лучше сделать маленькие наклейки, которыми как раз можно разнообразить. Тут есть кондиционер, гель для стирки, средства для мытья пола. Тут есть мед, джем и варенье. Вот такие вот полки будут с химией бытовой и с вареньем. Странно, лучше бы здесь сделали просто бытовую химию. И вот теперь мы можем клеить на наш выбор, куда, что, какие разные боковки, банки. Это создаст такую как бы иллюзию того, что это продукты. Прикольно. Одна баночка у меня упала. Ну ладно, вы меня простите это. Ну и наклеил я не совсем по инструкции. Не так. Ну, это же конструктор делать как хотите. Видите, весьма прикольно получилась полка. Вот так вот не испортил детали. Все картиночки добавляют как бы интерес. Такую живенькую полочку делает. Разноцветные всякие баночки. Чувак с корзинкой. И теперь мы это можем где-то разместить. То есть, неважно где, в какой зоне. Размещаем. Вот здесь, допустим, полка. Ее ставим вот сюда куда-нибудь. Ну, не обязательно прям в самый угол. Давайте поставим вот так вот. Полку ставим. Опц. Опц. Рядом поставим человечка. Вот так вот. И потихоньку, потихоньку будет нам магазин наполняться. Понимаете, да? Вот. Учитывая, что пакетики выдавались бесплатно. А, набор сам стоил вот этот вот. Ну, не таких сверх денег. Которые можно, в принципе, было и дома из своих деталей. Простые здесь детали. Никаких уникальных. Если здесь тележка, сумка, наклейки. Всякое такое. То здесь никаких уникальных деталей. Каркас можно было дома из собственных деталей, если есть. Если нет, вот, пожалуйста, можно было купить. Так что здесь похвалю. Очень прикольная идея. И классно исполнена. Здорово. И, в принципе, да, немножко пальцы устали. Ну, такие не для маленьких детей детали. То есть, нужно давить, придавливать с усилием, их соединять. Но, и опять же, вот эта инструкция непонятная. Надо смотреть, быть внимательным. Но, как бы, не сильно устал. Но еще один набор у меня сегодня хватит. А остальное посмотрим в каком-нибудь другом выпуске. Попробуем взять вот другой набор, который я, предположительно, мне кажется, что там может быть что-то другое. Но, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Прощупываю. Если будет повторка, ну, что же, полки одинаковые, да? Поставить еще... Люди могут быть в одинаковой одежде. Или, там, это может быть семья какая-то как-то сделать. Продукты можно поставить по-другому будет. Ну, посмотрим сейчас, что у нас здесь будет. А, здесь у меня, между прочим, прикассовая зона. Зона, точнее, касса. Касса. Вот видите, не только разные полки, но еще и касса. С кассиром, с той самой Зиной будет, как раз, возможно. Или нет, нет. Зина – это босс. Должна быть отдельная суперфигурка, большая, знаете, такая двойная. Такая большая, такая вот, как в Nexon X Axel или что-нибудь еще в этом духе. Вот. Итак, это... Знакомьтесь, это, может быть, Зина. Ну, нет, не Зина, это просто обычный кассир. Вот прикольная фигурка. Другой парик, другое выражение лица. Правда, немножко странно, что у того просто черные точки, а здесь глаза нарисованы. Кому-то я нужен сейчас. Ну, в общем, с брендированной каруселью этот костюмчик. И вот тоже какие-то детали и куча наклеек. Но, опять же, посмотрим, как выкрутится, как сделать, как это будет выглядеть. Две кассовые зоны. Я так понимаю, будет одна касса самообслуживания, вторая, видимо, касса с кассиром. Но сейчас посмотрим, потому что здесь сыграют важную роль наклейки, потому что пока все выглядит так условно. Но еще раз говорю, чтобы здесь они попытались избежать, как бы, дополнительных трат. И в этом наборе из уникальных только фигурка. Там и свала тележка. Здесь все сделают наклейки. Кстати, насчет фигурок. Фигурки разборные, можно разбирать их. У них не выпадают руки, ноги. Это просто не разбираются. И также голова снимается. Каким-то образом. Вот таким вот чпоньк образом. И можно их между собой. То есть, например, вот тому покупателю. Даже если попались где-то одинаковые фигурки, можно какие-то фигурки поменять. Какую-то прическу поставить оттуда туда. Например, кассир может с такой прической быть. А второй, если одинаковая фигурка, может быть с другой прической. Тогда будет казаться, что это разные покупатели. Ну, в общем, вот вы поняли, да? Ну и опять же, для таких миниатюр, неважно, что будут одинаковые. Даже если персонажи... Ну, сейчас нужно наклеить наклейки. Тут у нас появилась теперь касса. Видите, все детали надо дожимать. Надеюсь, они не расходятся сами по себе. В общем, касса. И еще вторая касса с информационным блоком. И даже у нас два товара здесь. Салфетки и бумажные полотенца. Ничего себе. Видимо, кассы, может быть, здесь разместить можно вот в этой зеленой зоне. И как их разместить? Ну, я не знаю. Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь разместить. Как-нибудь надо прикольненько разместить. А как их прикольненько разместить, я пока не знаю. Но как-нибудь размещу сейчас. Не знаю, как-нибудь так пока разместил. Может быть, это прикассовая зона, может быть, нет. Посмотрим, какие у меня будут пакетики. Осталось еще три пакетика, соберу их в следующий раз, на следующий выпуск, оставлю чуть-чуть перерывчик, сделаю, ну и так ради интереса, немножечко интрига, интрига, а вдруг я еще в карусель в эти дни поеду и наберу больше пакетиков, потому что мне понравились, я не вижу проблемы, если будет повторка, я не вижу какой-нибудь опасности в том, что там попадутся те или не те детали, даже если будут одинаковые, ничего страшного, в целом я не расстроен, то есть по 100 рублей за пакетик с мини-фигуркой, с наклеечками, с этими, с магазинами не супер дешево, но оно того стоит, потому что, не знаю, по-моему, это выглядит миленько, согласитесь, вот пока у нас потихонечку заполняется магазин, в принципе тут, ну где-то так раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь пакетиков достаточно, чтобы магазин был заполнен, спасибо большое, спасибо большое, отходим, отходим, спасибо большое, вот, чтобы магазин был заполнен пенчиком, давай потом, подойдешь, поиграешь в набор и совсем чем угодно, вот, говорю, где-то шесть наборов, то есть это еще четыре, но три, по-моему, будет, наверное, пустовато еще немного, ну ладно, пришла в кадр, хорошая, хорошая, вот, и три будет пустовато, еще, точнее, пять пакетиков будет пустовато, но вот шесть-семь будет, мне кажется, если только вот здесь еще что-то не размещают, какие-то специальные фишки, а так крутая тема, побольше бы таких, здорово, если бы у всех было свое, у Киева, свой магазин был бы мебельный, у там, пятерочки свой, можно было бы тогда построить город, какой-то магазинный комплекс, торговый центр и все такое, классная идея, молодцы, карусель хвалю, хоть и как бы есть над чем работать, извините, но ход огромный напал на магазин, получилось, как будто флажок падает, есть над чем работать, над качеством, над всем остальным, но в целом вы постарались, молодцы, да, будем смотреть дальше, ставьте лайк, если вам тоже понравилось, как и мне, и пишите, если вам что-то не понравилось, пока.